Я достаточно часто выступаю на разных телевизионных каналах по политическим вопросам и прежде всего по вопросам ближнего зарубежья, Украины прежде всего. И я обратил внимание на одну закономерность. Я в основном исповедую позитивную повестку дня и решение сложных вопросов мирным путем. Ну просто потому, что я понимаю системно, как это происходит. То есть если есть враг, он призывает к войне, мы вписываемся в эту игру, играем вторыми. И сам факт столкновения приводит к тому, что мы откатываемся и в численности населения, и в технологиях, и во всем мы откатываемся на десятилетия назад. И это на самом деле проигрыш. А при наличии врага переиграть его с более высокой позиции и предложить проект, который полностью меняет правила игры, это, как мне кажется, и есть тот самый высший пилотаж, к которому мы все, управленцы, должны стремиться. Сейчас я предлагаю посмотреть вам мой сегодняшний эфир на канале «Звезда» и посмотреть на то, как обсуждается мирная позитивная повестка дня и военная, вторичная, которая идет следом за инициатором любых обострений. Корабли АВМ в США приблизились к нашим территориальным водам. Да, в Балтийское и Черное море вошли три эсминца США, несущих на борту десятки крылатых ракет. Американцы любят считать себя наследниками Римской империи. Все бы ничего, и деньги есть, и союзники. Вот только исторической памяти никакой. Отсюда и нежелание уважать чужие интересы. Теперь вот послали свои эсминцы к нашим территориальным водам. Сразу в Балтийском и Черном морях. Это демонстрация флага присутствия Соединенных Штатов Америки в этом регионе и поддержки их союзников. Вторая задача – это освоение оперативно важного района для того, чтобы быть готовыми к примедействиям сил флота США в этом регионе в случае начала военного конфликта. Эсминцы Грейвли и Портер, пришедшие на Балтику, несут на борту десятки крылатых ракет американской системы противоракетной обороны ИДЖИС. Дональд Кук в Черном море имеет в шахтах не менее полусотни ударных крылатых ракет «Тамагавк». Пентагон, кажется, дословно выполняет инструкции политиков ястребов с Капитолийского холма. Я призвал послать в Черное море дополнительные корабли. Так же должно сделать и НАТО. Кроме того, мы уже дали Украине противоракетные средства. Теперь надо направить им противовоздушные и противокорабельные ракеты. Лучше бы в Конгрессе и Пентагоне учили историю. Тогда смогли бы вспомнить выражение знаменитого канцлера Германии 19 века Отто фон Бисмарка. Я знаю сотни способов вытащить медведя из берлоги, но ни одного, чтобы загнать его туда-обратно. Не дразните русского медведя. И глубоко ошибаются те, кто думает, что мы будем спокойно смотреть на действия США. Ни одно мероприятие военной деятельности иностранных государств не осталось без внимания. Результаты каждого из них проанализированы и учтены в боевой учебе войск. Современная, мобильная, компактная и боеспособная российская армия без увеличения численности и наращивания военного бюджета готова противодействовать существующим и перспективным угрозам. Каждый американский корабль уже взят на сопровождении. В любое время дня и ночи его координаты известны с точностью до секунды. И в случае любой провокации последует жесткий ответ. Может, тогда в Америке вспомнят еще одну заповедь Бисмарка. Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских. Чем грозит военное противостояние у наших границ? Обсудим с военным аналитиком, политологом Дмитрием Тараном. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, скажите, это в итоге просто разведка или очередной вызов нам? Ой, это сложный комплекс мероприятий. Они связаны и с Украиной, и с... Знаете, вот когда встречаешься с хулиганом на улице, то прежде чем начинается драка, есть такой период переглядок, когда каждый оценивает противника по мышцам, по взгляду, по духовитости и так далее. И вот для того, чтобы и удержать Украину, а Украина очень сложно держится, она находится под внешним управлением, нужно вот эта вот спецоперация с мускулами. Конечно же, параллельно решаются разведывательные и прочие-прочие-прочие задачи, потому что в Севастополе им так в 2014 году войти и не удалось. То есть хотят поближе просто посмотреть наш флот? Да. И, конечно же, часть томогавков сосредоточена действительно... Ну, это ракеты морского базирования, и периодически им надо ротироваться. В общем, это обычное мероприятие, которое они проводят на протяжении последних четырех лет так интенсивно. Но в целом есть определенная доля усиления вот такого давления. Скажите, а почему к нему сейчас вообще стойко внимания? Вы знаете, они чувствуют то, что ситуация на Украине подходит к своей логической развязке. То есть государственный переворот, в результате которого фактически Украина стала под внешнее управление из Вашингтона, подходит к своему логическому концу. Во-первых, для Трампа необходимо решить вопрос с клиентонитами, совершившими переворот на Украине. Для этого надо сыграть в игру «я самый сильный ястреб». Для этого надо накачать мускулы и таким образом получить возможность для кадрового маневра в том же военном министерстве. И вот здесь у нас, помимо того, что, конечно же, наша армия должна быть самой сильной, и Крым – это непотопляемый авианосец во всех смыслах, но у нас есть невоенная возможность разрешения этого конфликта. Мы понимаем, что Украину мы заберем в любом случае, рано или поздно. И для того, чтобы вот эту рану, что Крым забрали и так далее, надо объяснить, что мы Крым забрали не у Украины, а мы забрали у Соединенных Штатов Америки. Для Украины Крым остался тем же самым, чем он и был. Именно поэтому Россия инициирует проект, который называется «Крым – детский остров». Это значит, что вся инфраструктура полуострова будет отдана детям. Причем детям и украинским, и американским, и европейским. И тогда мы не военными способами закрываем этот вопрос раз и навсегда. Ну, нужно не забывать о том, что Крыму не забрали, а вернули. И все-таки это было свободное волеизъявление народа. Но вот, тем не менее, совсем недавно агент-сек НАТО Столтенберг с гордостью заявлял, позвольте, Черное море становится любимой песочницей для военных игр НАТО. НАТО усилило свое военное присутствие в регионе Черного моря. За последний год количество дней присутствия кораблей НАТО и под командованием НАТО в Черном море выросло с 80 до 120. Свои корабли там размещали и наши союзники. Что ж, получается, Черноморский регион вслед за Балтикой становится для НАТО еще одним плацдармом в случае конфликта с нами? На самом деле, он всегда во всю историю человечества это был самый основной театр военных действий. Вообще, Черное море стратегически, и Крым, и Севастопольская военно-морская база, если взять циркуль на карте поставить и прочертить, например, окружность по Лондону, то оказывается, что наши калибры из этой акватории могут накрывать всю территорию наших вероятных противников. Соответственно, это раздражающий фактор. Естественно, они будут стараться эту ситуацию каким-то образом изменить. И вот таким вот образом они стараются это сделать. Вы знаете, когда они будут менять эту ситуацию, некоторые военные эксперты полагают, что при сближении наших кораблей, а это, вероятнее всего, будет происходить, американцы могут пойти на прямые конфликты и на столкновения в физическом, буквальном смысле этого слова. Давайте посмотрим. Что может произойти, и американцы это могут практиковать, это навал, то есть столкновение американского корабля с нашим кораблем непосредственного снижения с целью вывести его из строя, нанести ему поражение, то есть разрушение корпуса, повреждение установок. Так вот, в этой связи, стоит ли нам ожидать провокации на манер того, что уже происходило в Керчевском проливе, но только с большим масштабом? А если это произойдет, к чему это может привести? Вы знаете, с одной стороны, да, и даже войска НАТО, например, в Прибалтике размещенные, и вообще любые американские военные части, они направлены прежде всего не для обострения, но с другой стороны, в случае, если в результате какого-то инцидента погибнет американский солдат, то возникает возможность сказу Сабеля. Соответственно, если, например, не удается поджечь войну и использовать украинцев до последнего украинца как расходный материал, то, конечно же, такой сценарий тоже прорабатывается. И вот такие инциденты на дурака, да, то есть случился пограничный конфликт, в результате какие-то с кораблями произошли инциденты, конечно же, это может быть принято решение на высшем уровне, могут там тамагавки полететь и так далее, и так далее. Я думаю, что этого не случится, потому что война сегодня контролируется с надгосударственного уровня. И очень много примеров того, что любые пограничные конфликты, они не приводят к полномасштабным развязываниям. Даже если это прямое военное столкновение между Россией и США. Даже если прямое столкновение. Даже пограничные конфликты не всегда превращаются в войну, потому что это очень ответственный вопрос, особенно когда речь идет о двух ядерных сверхдержавах. Но надо приближаться к нам и на суше, и на море, и нас, надо признаться, это беспокоит. Вот давайте послушаем. Инфраструктура НАТО военная движется к нашим границам. Увеличивается количество личного состава, техники вблизи у наших границ. Конечно, мы должны смотреть, что там происходит. Укреплять нашу инфраструктуру. Мы должны реагировать на то, что у наших границ непосредственной близости появляются элементы американской системы противоракетной обороны. Но позвольте, неужели США не понимают, что мы найдем ответ на любую их провокацию? Или по-другому? Или им нравится сам процесс? Нет. Они, безусловно, вот эти свои силы используют только, так же, как гитлеровская Германия. Никогда Гитлер бы не напал, если бы командующие двух фронтов не положили свои фронты. Никогда против России никто не будет воевать, если не рассчитывает на попытку совершения государственного переворота. Вот в таком контексте они готовы с нами воевать. Во всех других случаях они понимают, что они получат по зубам. Поэтому мы, естественно, я не буду комментировать президентом, мы, естественно, инфраструктуру, все, что касается обязательных элементов безопасности, мы будем делать. Но наш прикуп лежит не в военной сфере, а в гуманитарной. Мы должны забрать всю Украину в хорошем смысле слова, потому что это наш народ. Просто. Это даже не братский народ, а это наш народ, русский. Там живут русские люди с такими же именами и фамилиями. И мы должны сделать так, чтобы повода для конфликта не было, а американцы, похлопав ресницами, тихонечко удалились. А вот вы говорите, должны, а сделаем. Есть какие-то видимые сейчас, вот сегодня, видимые признаки того, что мы это сделаем? Конечно. Мы это делаем на протяжении всех пяти лет. Это не так очевидно, потому что мы маскируем очень многие действия, потому что у нас противники следят и смотрят и следят. Что же мы такое сделаем, чтобы сразу прибежать и начать противодействовать? У нас все очень строго и по плану. Я думаю, все будет хорошо. И самое главное, вот этот 19-й год пройти без лишних эксцессов и как раз вот забрать, раз, со стола снять эту фигуру, и вдруг все посмотрели, а как это произошло, никто и не понял. Да, это было бы самое лучшее решение. Спасибо вам большое. Чем грозит военное противостояние у наших морских и сухопутных границ? Мы обсуждали с военным аналитиком-политологом Дмитрием Тарановым. А через пару минут расскажем, зачем на Украине хотят легализовать проституцию.